Роберт Фишер Но гамбит Эванса – опасный гамбит, изобретенный английским морским капитаном Уильямом Эвансом в 1824 году и впервые примененный на практике спустя три года. Черные в этом гамбите должны быть очень хорошо подготовлены, чтобы достойно противостоять этому гамбиту. В данной партии черные играли не лучшим образом, и Фишер немедленно наказал их за это. Обратите также внимание на то, с какой энергией играет Фишер и как он наказывает Файна за пренебрежение к развитию. Е4 – первый ход Фишера. Е5 – конь Ф3, конь С6. Слон С4, слон С5, Б4. Вот здесь как раз и начинается гамбит Эванса. Слон бьет Б4, С3, слон А5, Д4, ЕД, короткая рокировка, и здесь Файн играет ДЦ. Файн увлекается материальными приобретениями в ущерб развитию. Фишер этого не прощает и немедленно наказывает такую дебютную вольность. Разумеется, черным следовало предпочесть конь Ф6 вместо ДЦ с приблизительно равной игрой. Фишер отвечает ФБ3. Далее оказывается, что есть угроза пешке Ф7. Слон С4, ФБ3 расположены, в общем, достаточно серьезно по отношению к этой пешке. Файн отвечает ФЕ7, что является очень неточным способом защиты пешки Ф7. Гораздо лучше было бы вместо ФЕ7 сыграть ФФ6. И далее могло бы последовать Слон Ж5, ФЖ6. Конь бьет С3, Слон бьет С3, Ферзь бьет С3. Конь Ф6, Е5, Конь Е4, Ферзь Е3. И в этой позиции Стокфиш оценивает эту позицию как лучшую, слегка лучшую, с минимальным преимуществом белых позицию. И дает приблизительно 0,3 плюс 0,3 в пользу белых. Но, тем не менее, черным следовало пойти на этот вариант вместо этой неточности, которую допустил Файн, сыграв ФЕ7. Далее, Конь С3, Конь стремится на Д5. Это уже непосредственно грозит сейчас, поэтому Файн играет Конь Ф6, что является очередной неточностью. После относительно лучшего продолжения Слон бьет С3, сразу забрать этого коня, чтобы не было никаких угроз, типа Конь Д5. Тогда могло бы быть Ферзь бьет С3, Конь Ф6, Слон А3, Д6. Слон на А3 очень силен, поэтому Д6. То есть, Е5, опять-таки, продолжается напор, продолжается давление, атака по центру Фишера. Конь Е4, Ферзь С2, Конь С5, ладья ФЕ1 и белые все равно сохраняли заметное преимущество после такого развития событий. Но они на это, черные на это не пошли. Они предпочли сыграть, как было в партии, Конь Ф6, после чего последовало Конь Д5. По сути дела, уже после этого хода трудно что-либо посоветовать черным. Они взяли на Д5 ЕД, и здесь выясняется, что они почти форсированно проигрывают черные. Конь Е5, Конь бьет Е5, Ферзь бьет Е5, Слон Б2, Ферзь Ж5, А4, отвлечение от защиты пешки Ж5, отвлечение черного Ферзя. Ферзь взял на Х4, Слон Бьет Ж7, напали на ладью, ладья Ж8, ладья Е1, шах. Здесь черные могли бы побить эту ладью, тогда ладья А1 взяла бы слона на Е1, и мало что изменилось бы, в принципе. Поэтому Файн решил сразу отступить королем на Д8, но это, к сожалению, не спасает черных от поражения. Фишер играет Ферзь Ж3, и видно, что в случае отступления черного Ферзя с диагонали Х4, Д8, следует мат слоном на Ф6, так как ладья белых контролирует вертикаль Е, и королю черных просто некуда отходить. А в случае Ферзь бьет Ж3, следует слона в 6 мат, и все на этом кончается. Поэтому в этой позиции Файн даже не стал делать хода никакого ни Ферзь Ж3, ни отступать Ферзем. Он просто в этой позиции сдался. Вот такая красивая миниатюра была создана Робертом Фишером в Гамбите Эванса. Я надеюсь, что вам это видео понравится. Если это так, то, пожалуйста, ставьте лайки, комментарии очень приветствуются, как обычно. Ну и подписывайтесь на канал. Желаю всем доброго здоровья, играйте в шахматы, получайте удовольствие. И до следующих, я надеюсь, скорых встреч. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok